На час вперед сахалинцы переведут время уже в ближайшее воскресенье, в ночь на 27 марта. Намучились из-за потерянного часа, конечно, громко сказано. Точнее будет, чувствовали дискомфорт, когда, к примеру, летом солнышко и так нечастый гость на севере Сахалина начинало исчезать с горизонта уже в 7 вечера. Зимой того хуже. Настоящая ночь уже в 17. Боролись за возврат часа долго и всем миром. Правительство пошло навстречу сахалинцам, как и части других регионов России. Заветный час вернули. С нетерпением ждали, когда этот вопрос решится, воспитанники и преподаватели спортивной школы. Для нас этот вопрос с переводом времени очень актуален, поскольку и я, и воспитанников моих родителей тоже голосовали по поводу перевода часов. Мы, конечно, будем в лучших условиях. У нас увеличится световой день, и наши дети смогут больше времени проводить на лыжных тренировках. Дело в том, что у нас есть некоторая часть детей, которые очень долго находятся в школе. И они прибегают на занятия уже в полпятого, в четыре часа. И с такими детьми невозможно заниматься технической подготовкой на лыжах, поскольку нужно непосредственно видеть движение ребенка. Мы выходили из положения тем, что носили налобные фонарики. Сейчас для нас, конечно, будет великолепно. Великолепно. Часов до пяти мы можем спокойно заниматься и в комфортных условиях. Также относятся к переводу времени учителя и учащиеся школ. Особенно это касается тех школьников, которые обучаются во вторую смену. Среди них и совсем малыши. Зачастую родителям приходится встречать детей после занятий. Домой они возвращаются, когда уже совсем темно. Перевод на час – большой плюс. Особенно это актуально для учащихся, которые обучаются во вторую смену. Таких учащихся в нашей школе достаточное количество. И родители очень переживают, когда они возвращаются домой в темное время суток. Таким образом, переход на летнее время для наших детей становится наиболее значимым и актуальным. И ситуация уместна в связи с тем, особенно, что родители также смогут с учащимися проводить больше времени. Вечером – светлое время суток. Также в летнее время, во время летних каникул. То есть, эта ситуация очень положительно повлияет и на учащихся, и на педагогический коллектив школы, но и на родителей в целом. То есть, на все три стороны процесса обучения таким образом. Единственные, кто почувствует дискомфорт от перевода времени – это, пожалуй, те люди, кто в силу производственной необходимости взаимодействует с Москвой. Им придется на час дольше ждать, пока Москва проснется и будет готова решать рабочие вопросы. Я считаю, что перевод часов на один час вперед имеет как положительные стороны, так и отрицательные. Из положительных я бы отметил то, что в вечернее время, в зимний период, у нас будет темнеть все-таки немножко позже. Пусть на час, но немножко позже, потому что, когда дети идут со школы, и все люди возвращаются с работы, очень темно. В то же время, в летний период, рассвет будет наступать тоже на час позже, потому что светает у нас летом очень рано. Ну, из отрицательных сторон, из минусов, я бы отметил то, что, например, моя работа связана с Москвой, с какими-то переговорами, с какими-то решением каких-то вопросов. Ну, и сейчас мы будем еще на один час дальше от Москвы. Придется нам немножко задерживаться, а может быть, москвичи будут приходить немножко раньше на работу. Напомним, часы мы переводим в 2 часа ночи. Воскресенье 27 марта. Продолжение следует...